Здравствуйте, уважаемые подписчики! С вами Ольга Дуброва, а вы на канале Процветок. Сегодня мы с вами поговорим о растениях, которые хорошо растут на кислых почвах. Вначале я хочу вас немножко просветить, не могу себе в этом отказать, не могу сдержаться. Что такое кислые почвы и почему кто-то там не хочет расти, а кому это очень удобно там произрастать. Кислая почва может быть как минерального состава, то есть супещаной, глинистой, и PH у нее может быть низким. А также она может быть и органического состава, торфяной почвой и с таким же показателем PH. И если выбирать растение, где ему будет удобнее, то конечно на почве, которая богата органикой, и она влажная достаточно, с одинаковым PH, растению будет комфортнее здесь, чем на песчаной и сухой почве, точно с такой же цифрой PH. Кислота, буду грубо говорить, это не только 4 или 5, все, что ниже 6, это считается кислая. Вот 4 это очень кислая и ниже, 4,5 средне кислая, кислая и слабо кислая. Вот 5,6 это слабо кислая, это совсем не нейтральная. Нейтральная это уже после 6, чтобы вы понимали, а после 7 уже там пойдут щелочные почвы и выше, там до 12 показателей. Что определяет кислотность почвы? Не то, что вы привезли на участок и посыпали сантиметров 15 сверху какой-то плодородного грунта, может быть там с поля или еще откуда-то. Или купили в магазине мешок субстрата и насыпали, вообще там припылили свой участок и сказали, что все, теперь у меня не кисло. Когда берут пробы для определения кислотности грунта, то пробу берут на глубине 30-40 сантиметров. То есть там материнская порода, которая подстилает ваши грядки, там она была изначально, она и определяет кислотность почв вашего участка, чтобы вы сверху не посыпали. Ну, конечно, я не имею в виду, что вы сыпите туда, допустим, удаломитовую муку или мел. Это уже, конечно, будет раскислением. Потом нам трудно определить, это надо специальный лабораторный анализ проводить. Мы сыпем удобрения, которые могут подкислять, мы можем сыпать удобрения, которые расщелачивают, мы можем сыпать еще что-то добавлять, там листовую землю, свой компост. Это все будет влиять на кислотность общей почвы. Трудно так вот на глазок сказать. Но если вы увидите, что на вашем участке растет щавелек, растет хвощ, растет фиалка, то это будет говорить о том, что почва ваша все-таки кислая. Если очень хорошо растет удуванчик, математчик, это будет слабо кислая. То есть это уже так вот после пяти. Но все равно это почва кислая. Почему некоторые растения любят кислые почвы? Ну потому что так у них определено генетически. И только в этом случае они проявят свои декоративные качества в полной мере. В Беларуси, например, очень большой процент почв, там больше 40, которые тяготеют к кислой почве. Но это не беда, потому что многие растения замечательно выдерживают такие условия. Начнем с тех растений, которые декоративные. И вот в последнее время такое дерево, переликтовое дерево, которое свидетель динозавров и дошло до наших дней. Это гингобелопа. Потому что, во-первых, оно очень красивое. Несмотря на то, что у него листья, если мы посмотрим на просвет, мы увидим, что из одной точечки расходятся жилочки. А это что означает? Что это растение хвойное, как ни странно. Очень красивое, очень долговечное. Морозостойкое. Полезное. Влияет на всю микроциркуляцию мозга. То есть, я считаю, надо посадить у себя на участке выведены различные сорта. В природе встречается в дикамиде теперь уже редко. Но питомники, если есть спрос, вот вам и предложение. Хорошо переносит кислые почвы и даже любит, чтобы было покислее. То есть ниже, чем 4,5. Следующее растение. Ели. Не будем вдаваться, нужны они нам или нет на участке. У каждого там свои какие-то есть принципы. Ели огромное количество видов. И все практические виды, они хорошо приспосабливаются к различным условиям. То есть, даже до нейтральной почвы. Но на кислой почве ель проявит себя в лучшем своем виде. Обратите внимание на какие-нибудь хорошие сорта. Можжевельники. Можжевельники тоже подавляющее большинство. Хотя там есть и группа можжевельников, которые будут предпочитать более нейтральные почвы. Даже слегка там где-то, чтобы они были слегка щелочные. Но подавляющее большинство видов, они все-таки хорошо произрастают на кислых и среднекислых почвах. Тот же можжевельник обыкновенный, который вообще ему все равно где расти, он может переносить как кислую, так и нейтральную почву. Совершенно неприхотлив. Замечательные растения воззеленения. Всегда зелененькие, всегда ароматные. Болезни мы пока рассматривать не будем их. Береза. Береза тоже населяет наши многочисленные леса. И естественно, что она хорошо приспосабливается к кислым почвам. Может у кого-то есть возможность у себя создать такой кусочек, уголочек леса. Посадите березы. Прекраснейшее дерево. Очень милое. И следующее растение. Замечательное, потому что очень красивое и очень необычное. Многие считают, что у него не получится его вырастить. Это магнолия. Особенно магнолия виргинская тяготеет и любит кислые почвы. У нас себя замечательно будут чувствовать такие виды, как магнолия кобус, магнолия лилия цветная и магнолия звездчатая. Все они хорошо, особенно последняя звездчатая, хорошо переносит зимовку. И звездчатая она может переносить морозовую даже до 35 градусов. И при этом наличие таких замечательных цветов в весенний-летний период, мне кажется, в пользу того, чтобы их приобрести. Ива. Ива. Также растение из тех, которые сейчас все больше дизайнеры ландшафтные обращаются, потому что очень хорошо украшает ландшафт. Посаженная где-то у пруда будет выглядеть очень красиво и органично на вашем участке. Они спадающие побеги. И в заболоченном, слегка подболоченном месте она будет на кислой почве произрастать великолепно. Гортензия, которая крупнолистная. Вот эта вот красивая гортензия с огромными шапками. Различные окраски, невероятных окрасок цветов. Тоже растение, которое рекомендуется высаживать на кислых почвах, подкислять. Когда мы там закисляем цвет более фиолетовый, когда мы сдвигаем кислотность почвы ближе к нейтральной, то цветки становятся более розовые. В эту группу можно причислить еще такие растения, которые все-таки в открытом грунте не растут, но вдруг вы захотите их выращивать у себя в помещении, либо в зимнем саду. Это камелия, которая относится к семейству чайных. Затем гордыния, это тропические такие растения. И азалии. Азалии в наших условиях все-таки не зимуют. Но в помещении, когда мы им обеспечиваем прохладное содержание зимнее, они цветут великолепно. И они предпочитают кислую почву. Все красиво цветущие и все будут только радоваться. Ну и если оглянуться и посмотреть на наши болотистые места или где-то на березковые пустоши, то мы поймем, что это тоже те растения, которые любят все-таки кислую почву. Можем создать у себя прямо-таки березковый сад. И сюда пойдут такие растения, которые, возможно, вы и не слышали, но которые есть. Так что иногда посещайте наш интернет-магазин Процветок. Особенно в новом сезоне, я думаю, что вы найдете из ниже перечисленных растений, те, которые очень вас удивят и очень порадуют. Потому что то, о чем я буду рассказывать, представляет из себя уникальную красоту необычную. Они морозоустойчивые, они вечно зеленые, с необытновенными соцветиями. Первое растение, о котором я хочу рассказать, это андромеда или еще называют подбел, потому что обратная сторона листика, она сизо-опушенная. Листики подкручены, это такая отличительная особенность. Цветет с конца апреля до начала середины июня. Высота этого кустика всего лишь 30-40 сантиметров. И цветочки маленькими плотными колокольчиками, опущены вниз, выглядят очень миленько. Второе растение, это кальмия. Кальмия также вечно зеленая, также морозоустойчивая, также невысокого роста. И похоже даже чем-то народодендорно, не уступает по красоте. Хотя по сравнению с андромедой, конечно, это растение уже будет покрупнее, будет достигать 7-метровой высоты некоторые сорта. Сорта различной окраски, они могут быть белые, розовые. Даже в состоянии бутона выглядит очень красиво, потому что бутончик, он как будто бы, ну, какие-то маленькие такие пироженки, которые замкнут и закрыты, а потом раскрываются полностью. Третье растение из этой необыкновенной четверки, это пиерис. Пиерис цветет у вас, наверное, с конца марта, в апреле, и продолжать будет цветение в мае месяце. Высота этих растений совершенно низенькие кустики, также вечно зеленые, цветочки белого-розового цвета. И уже сами цветки расположены на соцветиях, которые прямо такими колостями не спадают. Будто бы бочонки при рассматривании выглядят очень уникально. Четвертое растение, заключительное в этой серии, это кассиопея, такое тоже необычное красивое название. Зацветает в начале июня, вот сажая такой вересковый, можно сказать, сад, вы увидите, что вот цветение у них, начиная с марта до июня месяца, то есть можно создать непрерывную картину. Соцветия тоже не спадающие, маленькие колокольчики, похожи на цветочки ландыша. И листочки плотно прижаты к стебелечкам, ну, прям похоже на вереск. Закончили мы с этим вересковым садом, хотя вересковый сад вы можете сюда еще себе подогнать всем вам неизвестные растения, такие как и сам вереск, который цветет ближе к осени. Растение Эрика, которое похоже на вереск, но отличается тем, что у нее, у вереска прижаты чешуечки, а здесь листовые пластинки, а у Эрики они как маленькие елочки выглядят, то есть они так растопырены. И цветение у них уже весеннее. Ну, Эрики более капризные в нашем климате, но тем не менее пробовать надо, потому что очень красиво. Сюда можно попробовать принести чернику, сюда можно принести бруснику, можете клюкву посадить, создать и влажные условия, и у вас получится такой прям такой мини-кислый огород, очень кислый. Все эти растения, они любят кислую почву. Следующая группа это Гаультерия. Гаультерия есть много видов, которые приурочены только комнатному произрастанию, но Гаультерия шалон или Гаультерия лежачая, это те кустарники, которые можно выращивать в открытом грунте. Высота их порядка 30, у Гаультерии лежачей 35 сантиметров, а у шалон 20-25 сантиметров. Образуют многочисленные цветки, которые затем, конечно же, превращаются в красивые красные ягодки, что тоже очень придает большую декоративность кустикам. Морозы выносят хорошо, поэтому смотрите, приобретайте такие растения. Морозы даже очень сильные, выше 30 градусов, но вот переносить. Можно посадить у себя, приобрести или подкопать на болоте. Багульник, почему бы и нет. Для его роста кислотность грунта не должна превышать PH размером в 4. 4 это очень кисло. И вот если или создать такие условия, то ароматный красиво цветущий кустик будет у вас. Много не сажайте, потому что одурманит очень будет аромат такой исходить, который в самом деле может вызывать головные боли. И надо помнить и об этих моментах. На болотах или в заболоченных местах можно встретить такое растение, как толокнянка. Это тоже из семейства бересковых. Так как она произрастает вплоть до арктического пояса, то не стоит бояться, что она у нас не перезимует. Перезимует. И затем, после того, как цветают белорозовые цветочки, появляются снова же красные ягодки. Эти листики похожи на брусничные листики, плотно прижатые и очень красиво, декоративно выглядят. Ну, с этими, которые там по земле стелятся, мы закончим на этой части. А обратимся, какие же вьющиеся, если кто-то захочет посадить, те, которые предпочитают кислые почвы. Это будет, конечно, гортензия вьющаяся. Или по латыни она звучит аномала. Или аномаля, кому нравится. Замечательное растение. Тени выносливые. Морозоустойчивые. Можно сажать даже на северной стороне, либо у стены, либо у забора, либо какую-то опору придумать. Побеги за год вырастают достаточно длинные, 50-100 см, что очень радует, потому что и белые цветы, которые многочисленные образуются в плоских соцветиях, тоже будут радовать на всех этих побегах. Не требует особого какого-то дополнительного укрытия и ухода. Ну, может быть, если 1-2 лет не сажена, то это только в первые 2 года, когда растение еще маленькое. Затем вообще никаких хлопот. Растение, похоже, которое на гортензию вьющуюся, которое называется схизофрага японская. Похожие образуют плоские крупные соцветия, более крупные. Лиана это достигает высоты метров 6, хотя гортензия может и повыше вырастать. И также можно сажать у северных сторон, потому что очень устойчивая и морозоустойчивая. Ну, и, конечно же, есть очень много многолетников, которые, во-первых, сами они пластичные, они приспосабливаются к новым условиям и могут выдерживать вот эту вот кислотность, которая может присутствовать на участке. Это и гвоздико-травянка. Почему бы и нет? Очень красивое растение. Образуют такие подушечки, многочисленные цветочки, малиново-лилового цвета, очень длительное время цветет. Армерия приморская, кошачья лапка, это те, которые были к таким сухим местам приурочены. То есть вот кислые супещаные почвы, это как раз для этих ребят. Ирис болотный, само название уже говорит о том, что он может мириться с кислыми почвами, потому что, как правило, на болотах такое происходит. Ирис сибирский тоже относится к таким почвам хорошо и будет чувствовать себя там, проявлять свои декоративные качества великолепно. Сюда же мы можем посадить и молодила, и бадан можем посадить, и люпин. Но я думаю, вот из этого ассортимента можно что-то выбрать, если мы переживаем за то, что почва кислая, а красоты у нас нет. Так что вот большой ассортимент от деревьев до многолетников я вам предоставила. Спасибо всем, кто меня слушал. Подписывайтесь на наш канал. Жду комментариев, беседы. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok